Здравствуйте, я Евгения Любимова и это выпуск программы «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. И вот, что вы сегодня увидите. В России отмечают День сотрудников органов следствия. В июле 1713 года был издан указ императора Петра I о создании первых следствий в канцелярии. О награждении лучших сотрудников и последних раскрытых преступлениях расскажет Полина Болотова. В первой половине этого года около семи сотен дел находились на производстве у следователей. Более трехсот из них окончены производством. 260 направлены в суд. Новый спортивный объект, капитальный ремонт школы и встреча с жителями. Глава региона с рабочей поездкой побывал в Расказове. Мы сейчас находимся рядом с Саженским бывшим фабрикой. И здесь люди попросили, что здесь будет сквер. Максим Егоров проконтролировал ход работ на значимых объектах и ответил на самые волнующие горожан вопросы. Раньше мы звонили в Министерство здравоохранения, звонили на горячую линию. Нам где-то брали, доставали, привозили. Но сейчас, только не берут. Всероссийская архитектурная экспедиция «Архитектор хочет Тамбов» завершилась. Тамбов – это спортивный город. Тамбов – это исторический город. Тамбов – это промышленный город. Около 50 молодых архитекторов из разных регионов страны разрабатывали проект общественных пространств для Тамбова, Мичуринска и Маршанска. Новые парки, аллеи, детские спортивные площадки – все эти моменты учитывали молодые архитекторы, путешествуя сначала по Тамбовщине и создавая свои проекты. 25 июля в России отмечают День сотрудников органов следствия. С профессиональным праздником служителей закона поздравил глава региона Максим Егоров. О награждении лучших сотрудников в последних раскрытых преступлениях расскажет Полина Болотова. 25 июля 1713 года был издан указ императора Петра I о создании первых следствий канцелярии. В торжественной обстановке лучших сотрудников Следственного комитета поздравляет глава региона Максим Егоров. Уверен, что только совместные действия способны продолжить развитие Тамбовской области и всей нашей необъятной родины. Уважаемые коллеги, примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей профессиональной деятельности. Благодарю за службу. С праздником вас! В штате Следственного управления области трудится 125 человек. В их числе Михаил Симонов. В профессии он 7 лет. Служба привлекает нестандартными делами, расследуя которые приходится изучать специфику различных отраслей. Мы расследовали уголовное дело по факту Мичуринской школы. Оно было достаточно нашумевшим по поводу того, что там использовался бетон в ненадлежащей фракции. Но в итоге путем проведения различных следственных действий, а также экспертизы в Следственном и экспертном центре Следственного комитета Российской Федерации, было установлено, что он надлежащий. И, собственно говоря, уголовное дело в итоге было, конечно, прекращено. Но для себя я познал очень много в этом деле. В строительную отрасль. То есть я с ней вообще совершенно никак не был связан. А когда ты досконально окунаешься в какое-то уголовное дело, то ты познаешь очень много нового в различных сферах как права, так и принципов повседневной жизни. Наряду с основной нагрузкой сотрудники Следственного комитета ведут и профилактическую работу с тамбовчанами. Помогают восстановить нарушенные права граждан, в частности, детей и пожилых людей. В первой половине этого года около семи сотен дел находились на производстве у следователей. Более трехсот из них окончены производством. 260 направлены в суд. О трех уголовных делах рассказывает следователь Юлия Копаева. С 2018 по 2023 год в одном из вузов группа преподавателей получала взятки за зачеты, практики, сдачу аттестации. Производство по этим уголовным делам завершено. Они направлены в суд. Преступление выявлено региональным управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции. Началось все с одного студента, который обратился в правоохранительный орган с заявлением о даче взятки в сумме 259 тысяч рублей за оказанием содействия в обучении, за незаконные действия, так как это все проходило без проверки его знаний. Затем в плотном взаимодействии как раз-таки с этим оперативным подразделением были выявлены 45 эпизодов дополнительной преступной деятельности. В настоящее время общее количество эпизодов составляет 46. Завершилось расследование и по делу об убийстве младенца. Женщина, будучи в положении, сошлась с бывшим супругом и родила ребенка. Мужчина решил, что малыш будет помехой, вновь вспыхнувшим чувством и по договоренности с сожительницей утопил младенца. О преступлении стало известно летом прошлого года. Обвиняемым грозит тюремный срок до 20 лет. Еще об одном резонансном преступлении стало известно в этом году. Группа из 14 человек занималась продажей наркотиков. Роли в группировке были четко распределены. Молодые люди, части из которых не было и 20 лет, жестоко избивали своих же, закладчиков, которые воровали часть наркотических веществ для личных целей. Всем фигурантам грозят немалые сроки. В основном в сбыт наркотиков увлекаются подростки, несовершеннолетние из неполных семей. Из неполных семей, которые ищут возможность легкого заработка. Либо сами являются потребителем наркотиков. Следователи не просто ищут преступников, они ищут истину. Сотрудники следственного комитета работают в любое время дня и ночи и в любую погоду. Тесно взаимодействуют с сотрудниками других структур. Так они служат Родине. Полина Болотова, Полина Матовникова, Евгений Михеев, Илья Тырса, Данил Лычко. Область новостей. Сотрудники полиции задержали тамбовчанина с наркотиками. У него изъято более 120 граммов N-метилофедрона. При проведении оперативных мероприятий установлено, что N-метилофедрон задержанный приобрел бесконтактным способом для дальнейшего сбыта на территории областного центра. Наркотики мужчина расфасовывал и продавал мелким оптом через тайники и закладки. На данный момент установлено 20 фактов сбыта запрещенных веществ. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленника. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту Г, части 3, статьи 228, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефону 02 с мобильного 102, либо по телефону доверия у МВД России по Тамбовской области 8 475 2 79 09 54. Новый спортивный объект, капитальный ремонт школы и встреча с жителями. Глава региона Максим Егоров с рабочей поездкой побывал в Расказове. Он проконтролировал ход работ, назначимых для города объектов и ответил на самые волнующие горожан вопросы. Подробности у Полины Болотовой. В исторической части города Расказово памятник героям, погибшим в Великой Отечественной войне. Рядом дом культуры, а если пройти чуть дальше, то откроется выход к реке Арженко. Жители беспокоят, что в этом месте нет благоустроенной территории. С просьбой создать необходимый парк в пустующей зоне они и обратились к главе региона Максиму Егорову. Мы сейчас находимся рядом с Арженским бывшим фабрикой и здесь люди попросили, чтобы здесь был сквер. Мы думаем, что в следующем году дойдем региональные программы, потому что здесь живут неравнодушные люди, которые живут в этом районе. Прекрасная ДК, прекрасная архитектура, тоже будем заявляться на различных федеральных грантах. Расказово живет, Расказово развивается. И я очень рад, что здесь большое количество неравнодушных людей. В ходе рабочей поездки Максим Егоров осмотрел и школу номер 3. С 1 апреля в ней ведется капитальный ремонт и закончить его планировали к учебному году. В самом начале подрядчик столкнулся с проблемой. После снятия штукатурки на стенах обнаружились трещины. Из-за этого продолжительность работ увеличилась. Работы ведутся в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования. Общая стоимость больше 84 миллионов рублей. Более 76,5 миллионов из них выделены из федерального бюджета. Ремонт планируют завершить к 1 ноября. А на местном стадионе «Спартак» строят физкультурно-оздоровительный центр. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». На строительство центра из областного бюджета выделено больше 63 миллионов рублей. Универсальный центр сможет ответить запросам практически всех рассказовцев. Здесь отведено место под игровые виды спорта и фитнес-зал. Объект готов на 90%. Завершаются электромонтажные работы и монтаж систем вентиляции. Начинается благоустройство территории. Срок окончания работ – 20 августа. Максим Егоров регулярно встречается с жителями муниципальных округов региона. Только так в формате открытого диалога можно узнать о потребностях граждан. К личным встречам с населением руководитель региона призывает и депутатов. У рассказывцев особенно остро стоят вопросы в области здравоохранения. В начале этого года нуждающиеся в жизни на необходимых лекарствах столкнулись с проблемами в их получении. Раньше мы звонили в министерство здравоохранения. Звонили на горячую линию. Нам где-то брали, доставали, привозили. Но сейчас трупы не берут. Был раньше там руководитель, исполняющий обязанности. Сейчас я знаю, что вроде бы его отстранили. Он мог нагрубить. А как быть нам? Действительно, в этом году у нас произошел сбой. У нас были... Сначала никто не вышел на торги, потом торги были отменены. Мы сейчас как раз проводим работу. А заключение контрактов на следующий год уже осенью. И такая задача поставлена перед министерством. Если кто-то вам нахамил, я прошу лично прощения. А медицинские работники, врачи-наркологи, психиатры, фтизиатры обратились с вопросом об увеличении специальных социальных выплат. Другим категориям сотрудников системы здравоохранения их увеличили с 1 марта этого года. Те категории врачей по спецназбавкам, у меня главный врач, что поправит, были установлены постановлением правительства. Российская федерация осуществляется за счет софинансирования из федерального бюджета. Ваши специальности в это постановление не попали. Мы сейчас будем изыскивать резервы. Я не... Что хочу сказать? Вопрос очень важный. У вас очень важная работа. И я этот вопрос рассмотрю в ближайшее время. С вопросами и просьбами к руководителю региона смогли обратиться 40 человек. Поднимались темы благоустройства, качества дорог и воды. Многие вопросы касались развития города. Глава региона поручил проработать каждую просьбу. Полина Болотова, Илья Тырса, Данил Лычко. Область новостей. Глава региона провел традиционный прием граждан в формате круглого стола совместно с однопартийцами и с Единой Россией. В этот раз к Максиму Егорову обратились жители Тамбова, Сосновского и Умёцкого муниципальных округов. На площадке штаба общественной поддержки партии были рассмотрены семь обращений. Подробности у Полины Болотовой. Задать свои вопросы приехали сразу трое человек из Умёцкого округа. В их числе Денис Макаров. Он рассказал про дом культуры в селе Берёзовка. Оказалось, что в нём нет газа. Там есть спортивный зал, тренажёрный зал, библиотека. И вот он, к сожалению, отапливается ещё при помощи электричества. Но это не очень рентабельно в современное время. Я вот регулярно хожу туда на тренировки. Это в зимнее время всё-таки хотелось, чтобы было потеплее там. Глава региона Максим Егоров взял вопрос на контроль и дал поручение завершить работы по газификации этого объекта до 1 октября. Также в Умёте нет стадиона, на котором спортсмены могли бы тренироваться. А они, между тем, завоёвывают награды на соревнованиях областного и всероссийского уровней. У нас вот новая школа, которая сейчас недавно была открыта в Умёте, она стоит как раз на месте старого стадиона. И получается, у нас сейчас обособленной спортивной площадки в Умёте нет. Нам министр обещал приехать в спорт. Мы, может быть, и попросим его, сделаем презентацию. Понятно, в Умёте не повезём далеко, а попросить его рассказать, показать. Может быть, Василий Сергеевич, если что, приедете на встречу с министром спорта? Да, если что, можете, как инициатива, как вопрос. Одна из самых частых проблем, которые озвучивают на приёме главы региона – дороги и благоустройство. Так, в селе Челнаво-Рождественское Сосновского округа по улице Ламская отсутствует качественное дорожное покрытие. На участке протяжённостью 2,5 километра регулярно делается ямочный ремонт. Однако полноценного не было очень давно. До конца октября дорогу планируют засыпать щебнем. Давайте, если получится сделать в этом году. Ну и тогда, если придётся немножко подождать, в следующем году мы точно сделаем. Руководитель одной из автошкол города выступил с инициативой и начать обучение людей с ограниченными возможностями здоровья. Переоборудовать автомобили в автошколе готовы своими силами. Единственная просьба – автодром. Глава региона поручил проработать вопрос выделения земельного участка под эти нужды в северной части города в районе окружной дороги. Отметим, что за 2,5 года Максим Егоров провёл около 90 личных приёмов, на которых выслушаны более 400 граждан. Все поднятые вопросы глава региона держит на личном контроле. Максим Егоров неоднократно отмечал, что депутаты всех уровней также должны чаще встречаться с жителями и не бояться открытого диалога. Полина Болотова, Илья Тырса, Данил Лычко. Область новостей. Тамбовская область подарила Новоайдару «Мурал» в честь объявленного президентом России Владимиром Путиным «Года семьи». Яркая работа появилась на фасаде средней школы в Новоайдарском районе ЛНР. Художникам из проекта «Уличные галереи» удалось нарисовать её всего за несколько дней. На роспись фасада было потрачено около 350 баллончиков краски. На мурале, помимо дружной семьи, изображён один из символов Тамбовской области – волк. Мы не только помогаем подшеф на территории восстанавливать и строить инфраструктуру, но решили подарить всем жителям яркие эмоции и хорошее настроение. В прошлом году в Тамбовской области прошёл первый в России мурал-арт-фестиваль, посвящённый году педагога и наставника. Он вызвал массу позитивных откликов. Так родилась идея познакомить жителей Новоайдара с уличным искусством. Уверены, что работа им понравится. И сюда будут приходить целыми семьями, что особенно важно в год семьи. Ведь мы – одна большая семья. Я благодарю за поддержку в реализации проекта главу Луганской народной республики Леонида Пасечника и главу муниципального образования Новоайдарский муниципальный округ Луганской народной республики Марину Филиппову написал в своём телеграм-канале глава региона Максим Егоров. Всероссийская архитектурная экспедиция «Архитектор хочет Тамбов» завершилась. В ней приняли участие около 50 молодых архитекторов из разных регионов страны. На протяжении пяти дней они разрабатывали проекты общественных пространств для Тамбова, Мичуринска и Маршанска. Что из этого вышло, расскажет Елена Хромова. Всероссийская архитектурная экспедиция впервые прошла в 2022 году на Северном Кавказе. Через год архитектурный баттл идей переместился в Ставропольский край. Сегодня он завершается в Тамбове. Ведь наш регион становится всё более привлекательным для мероприятий федерального уровня. Новые парки, аллеи, детские спортивные площадки – все эти моменты учитывали молодые архитекторы, путешествуя сначала по Тамбовщине и общаясь с её жителями, а затем и создавая свои проекты. Для них это бесценный профессиональный опыт, а для городов яркое креативное решение, возможно, в дальнейшем благоустройство своих территорий. Экологичность, историческая культура, социальное пространство и религиозная составляющая – всё это сразу обратило на себя внимание участника архитектурной экспедиции Глеба Семёнова и его команды. Для себя ребята выявили пять основных ценностей, которые должны служить основой для развития областного центра. Тамбов – это спортивный город, Тамбов – это исторический город, Тамбов – это промышленный город, точно так же Тамбов – это культурный город, ну и, конечно же, Тамбов – это образовательный город. Всё это мы смогли определить одной неочевидной для нас изначально ценностью, которая аккумулирует все остальные в себя и позволяет городу, собрав всё, что у него есть на данный момент, прямо сейчас. То есть мы работаем с тем, что уже в городе есть. Мы работаем с тем, что заложено в самой сути этого города, в самой сути этого места. То, что носит память историческую об этом пространстве, об этом месте на земле, в нашей стране. И эту ценность мы решили назвать Тамбов оздоровительной. Среди предложений молодых архитекторов – театр на воде, переоборудование Лосковского карьера в спортивный комплекс, изменение цветового решения построек по районам, усовершенствование стелы при въезде в Тамбов со стороны урожайной. Все эти идеи оценил глава региона Максим Егоров. У нас действительно есть, в том числе и туристический потенциал, нам есть что показать, ну и есть куда стремиться и что работать. Ребята посетили также города Маршанск и Мичуринск. Сегодня были заслушаны некоторые проекты. Некоторые проекты действительно очень интересные, хорошие. Но ещё то, что приятно, что была группа тамбовских студентов нашего технического университета, которые не отстают в тренде. И это очень здорово. Кураторы экспедиции также отметили для себя свежесть и новизну мыслей молодых архитекторов. Особенно это касается Мичуринска. Интересен проект водонапорной башни. То есть это такое уникальное сооружение, которое во многих городах нашей страны не существует уже. Их, как говорится, снести жалко, а как использовать непонятно. Так вот нашим участникам экспедиции был продуман проект водонапорной башни, как её благоустроить, как из неё сделать музей, так, чтобы она зажила новой жизнью. По итогам экспедиции будут отобраны лучшие идеи, которые в дальнейшем могут быть реализованы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Елена Хромова, Илья Тырса, Ольга Кириллова. Область новостей. На этом всё. Ещё больше новостей на нашем сайте, в телеграммах и группах соцсетей. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова